Здорово, кинодел, с тобой Соботовский. Там вышла новая версия автора за 2022 год, а мы с тобой даже новые фишки не разобрали, поэтому давай быстренько пробежимся, что там появилось нового и важно. Первое, что очень фундаментально и вышло из беты, это многопоточный рендер, то есть теперь мы наконец можем использовать все ядра нашего процессора на максимум. Где это включается? Во вкладочке Edit, Preference, Memory and Performance. Здесь мы видим Enable Multiframe Rendering, то есть автор будет выводить кадры одновременно из всего твоего видоса и на каждый кадр распределять отдельное ядро процессора. Или даже поток, поправь меня в комментариях, если я не прав. Тут он предлагает тебе зарезервировать 5% мощности под остальные процессы, для того чтобы тебе вообще комп не встал намертво. Я же сделаю в свою очередь 10% и сейчас с тобой сравним, есть ли прирост по производительности. И для того, чтобы оно не выводилось супер-бупер быстро, накинем еще сюда Adjustment Layer, а на него Effect Noise. Он как раз считается прям долго. Закидываем это все в нашу печечку. Смотрим, что происходит с процессором. Вот он у нас загрузился в сотку. Давно я такого в авторе не видел. Если откроем Open Resource Monitor, то увидим с тобой. Что у нас все ядра загружены в сотку практически. Оставив 5% под все остальное. Видеокарта чилит, отдыхает. Раз, зафиксировали с тобой 54 секунды. Теперь эту фишку отключаем, пробуем без нее. Смотрим и видим следующую картину, что ядра нагружаются не полностью, хотя так же на самом деле в себя. Но сам процессор нагружается в полтинник. Как ты мог заметить, у меня стоит седьмая Resign 3800X, восьмиядерный процессор с 16 потоками. И вот он у нас справился за минуту 14 секунд без этой фичи. То есть прирост в 20 секунд, считай практически на 30%, мы с тобой ускорили благодаря тому, что просто обновились на новую версию автора. Также они еще соптимизировали работу на Mac'ах с процессорами M1, но возможности проверить у меня такой нету, к сожалению, потому что нет Mac под рукой. И учти, когда ты этот мульти-рендер включаешь, мой тебе совет, всегда отсматривай от начала до конца файл, который ты выводишь. Потому что, несмотря на то, что это вышло из беты, все равно могут быть какие-то проблемы со сторонними плагинами. И вот самое главное, чтобы у тебя не было ошибок в каком-нибудь фрейме. Поэтому это все равно продолжай отслеживать. Следующая штука, которая появилась, которую я очень давно ждал, это, смотри. То есть мы сейчас с тобой вот смотрим viewport, у нас тут 3D-камера какая-то есть, и мы не видим область, вот, все, что происходит за областью рендера нашей камеры. А это бывает важно для кадрирования. Если мы этого не располагаем, то приходится вот так вот на ощупь ориентироваться. Так вот, теперь, если мы нажмем на draft 3D здесь, потом выделим extended viewer, это функция называется, У нас с тобой, видишь, в полупрозрачности появилось все то, что находится за границей камеры. Очень удобно для того, чтобы кадрироваться и понимать, а что у тебя в 3D-пространстве происходит расположено. Также это работает для custom view, когда тебе со стороны надо на свою сцену посмотреть, там, с 3D-камерой и прочими делами. Вот, суперудобно. Вот, но все равно остается проблема, что автор это, конечно же, не супер какой-то софт для работы в 3D. То есть, да, он позволяет какие-то вещи делать, но не более. То есть, представьте, надо там замоделить 3D-модельку, сделать ей какую-то анимацию, подвигать, именно скелет какой-то на этой модели сделать, да, не дай бог там персонажная анимация или какая-нибудь сложная работа с частицами. Для этих всех вещей есть программа посерьезнее, например, там, синька или блендер. И вот тут мы как раз подходим к профессии, которая называется моушн-дизайнер. И о ней мне с тобой хотелось бы поговорить поподробнее, но не здесь, а на своем бесплатном мастер-классе по моушн-дизайну. А он пройдет уже совсем скоро, а именно 5 мая в 18.00. Он будет проходить на закрытой платформе, поэтому, чтобы туда попасть, и надо будет зарегистрироваться по ссылке в описании, благо все бесплатно. А вопросы, которые мы там с тобой будем обсуждать, это кто такой моушн-дизайнер и какие заказы он выполняет, сколько он зарабатывает, какие программы тебе надо изучать, и какой именно путь становления моушн-дизайнера от начала до высококачественного специалиста может быть у новичка. Есть ли эта профессия в 2022 году и востребована ли она. И также еще узнаешь, как залететь на наш курс по моушн-дизайну в Cinema 4D от Азамата Сейфулаева по максимальной скидке. Обо всем об этом мы с тобой там будем говорить. Участие бесплатно, сможешь задавать мне вопросы. В общем, хорошо, с тобой лампово посидим. Поэтому залетай 5 мая в 18.00. Регистрация здесь по ссылке в описании. Ну и вернемся к автору. Следующая фишка это спекюлейтив превью. Здесь переводя на русский, сидишь, пердишь, ничего не делаешь, а он сам начинает рендерить. То есть теперь, когда ты ничего не делаешь в авторе, даже не нажал плейбэк, видишь, он у меня сам начинает просчитывать кадры. Настройки этой штуки находятся в эдите, преференс, превью. Вот здесь вот снизу, кэш фреймс вэн идл. То есть, когда автор видит, что 8 секунд мы с тобой ничего не делали, мы можем здесь выбрать типа от начала до конца нашей вот этой вот области превьюшной, да, на протяжении всей области. Начни выводить кадры. Ну то есть он их просто загоняет в превью. Чем это удобно? Ты отошел попить кофейку, вернулся, у тебя уже все просчиталось, нажимаешь плейбэк, у тебя все в реал тайме работает. И, к сожалению или к счастью, эту фишку отключить нельзя, поэтому держи это в голове. Следующая важная фишка для некоторых людей, это вот эта вот графа, которая у меня появилась на таймлайне, а именно рендер тайм, или же это называется композицион профайлер. Эта штука позволяет тебе видеть, сколько времени у тебя выводится кадр конкретно этого слоя. То есть если мы хотим посмотреть композицию, мы видим вон 486 миллисекунд, а если мы зайдем внутрь слоя, то мы увидим, сколько времени рендерится каждый эффект. И благодаря этому, то есть вон, видишь, Simple Choker аж 13 миллисекунд. Ну тут написано, что норма, но я, например, понимаю, что из-за этого у меня все лагает. Я могу это включить, или же как-то видоизменить этот эффект, или поменять его на другой, который быстрее считается. То есть так ты можешь в какой-нибудь суперсложной композиции понимать сразу же, что у тебя лагает, и какой слой, например, надо отключить для того, чтобы сперва сделать всю работу, а потом включить его под рендер. Вот. Как бы не мега-архи-невероятная какая-то фича, но когда ты возишься с большими проектами, и уж не дай бог не своими, то она очень даже удобная для того, чтобы понимать, как у тебя тут все работает, сколько времени оно отнимает. Вот. Иногда, когда он уже это все просчитал и занес в кэши, он вообще пишет, что вот, видишь, типа эффекты отнимают. Ноль производительных мощностей. Тут стоит что-то покрутить, вот сразу мы видим то, что, ой, это надо все считать заново. То есть мы видим, что автор даже какие-то микрокэши все-таки хранит по слоям. Поэтому вот такая вот фичка. Вот. Может быть, будешь ей пользоваться. Что еще нового появилось? Еще в автор добавили автоматическое определение склеек. То есть если мы возьмем с тобой какой-нибудь файлик, да, закинем его в свою отдельную композицию, кликнем по нему правой кнопкой мыши, увидим вот здесь Scene Edit Detection. Говорим разделить слои. То есть не надо маркеры создавать, разделить слои, например, даже, знаешь, поместить в отдельной прикомпозиции. Нажимаем ОК. Тоже будет полезно. Он сперва анализирует. А после этого создает тебе в момент склейки другую композицию. То есть вот у меня теперь прям есть композиции каждого кадра. Мне не надо это делать ручками. Очень удобно, здорово. Вот это вот прям суперполезная фича. Можно прям зайти внутрь, сделать какой-то эффект конкретно этой сцены. И вот она у меня будет здесь. В моем монтаже она обновится. Вот, суперудобно. Еще они добавили создание шейпов по центру идеальной формы. То есть если мы зажмем Shift и нажмем вот сюда, типа создать эллипс, два раза левой кнопкой мыши, то создастся в размер композиции идеальный круг. Изменять размер, которого мы тоже с тобой можем, вот так вот с шифтом зажатым. Здесь создастся также анкорпоинт в центре. То же самое верно и для квадрата. То есть с шифтом зажали, два раза нажали, получили идеальный квадрат. Супер мега фич. Еще одна штука, которая может быть тебе полезна, которая появилась, это separate dimensions. Сейчас я создам новую композицию. То есть вот у меня там есть какой-нибудь, ну почти идеальный квадрат, да. И допустим, я хочу, чтобы он у меня двигался рандомно туда-сюда через expression wiggle. Но я не хочу, чтобы он двигался по координате Y. То есть чтобы он только по горизонтали туда-сюда колбасился. Раньше мне для этого надо было бы сделать следующее. Мне бы надо было в expression создать массив, в котором бы сюда помещался wiggle. Здесь я бы возвращал координату Y. И здесь еще мне надо было бы обратиться к первому значению массива wiggle. Сместить ее там. Ой. Вот так вот. Value. Value 1. Вот, все. Тогда бы он у меня вот по горизонтали двигался туда-сюда. Но сделали для тебя вот такую вот штуку, что position, как параметр с двумя значениями, можно разделить. Если мы с тобой нажмем правую кнопку мыши по нему и нажмем separate dimensions. Теперь у нас будет по каждому параметру на каждую из осей то же самое, верно? И когда мы с тобой будем работать в 3D. И теперь мы просто на ось, на параметр, который отвечает за его сикс, можем накинуть тот же самый wiggle. И у нас все с тобой будет работать без вот этих вот сложных экспрессий. И на этом обновление все кинодел. Конечно, хотелось бы побольше. И если у тебя остались вопросики, то залетай к нам на наш мастер-класс по моушн-дизайну. Потому что он бесплатный. А в конце тебя будут ждать еще ответы на вопросы. Ссылка в описании. Продолжение следует...